Ты точно гадостей не будешь говорить? Точно не буду. Очень глупый, очень странный челлендж. И обижать никого не будешь? Да не буду, не буду. Да чтоб ты сдох! Обещаешь? Обещаю. Да ты не имеешь права больше находиться во главе бабл. Хорошо, давай снимать. Всем привет, с вами Антон. И сегодня мы вместе с вами, дорогие зрители и гости нашего канала, зайдем на неблагодатную почву... Как это сказать? Как это сказать? Разбирательств в интернете. У меня сразу представляется картинка или видео, где такие две крыски бегут на встречу друг другу и говорят, Марина, Марина, что случилось? Вот, именно сегодня у нас такая ситуация с вами будет происходить. Как, я думаю, вы поняли из названия данного видеопроизведения, речь у нас пойдет о скандалах, интригах, расследованиях вокруг комикс-издательства Бабл, а также ее главы Артема Габрелянова. Вы мне спросите, зачем вообще это видеопроизведение существует? Зачем вообще об этом разговаривать? А я скажу, во-первых, нужно что-то снять для канала нашего, это во-первых. Во-вторых, меня не устраивает все происходящее вокруг, о том, что мы будем сегодня говорить. И я хочу какой-то справедливости. Ну и, конечно же, шальных просмотров и гневных комментариев. А началось все с того, что я, лежа на диване дома, листая YouTube Shorts, обнаружил новое видео на канале Бабл. Короткий вертикальный видеоролик сообщал о том, что у Бабл запускается некий челлендж в связи с выходом нового фильма «Майор Гром Игра». Обязательно, перед тем, как смотреть данное видеопроизведение, переходите по ссылке в описании или просто на одно видео назад на нашем канале, где мы сняли большой подробный ролик про кто такой «Майор Гром», про фильм «Майор Гром Игра» и не только, а также про интересную, ну, в каких-то моментах неудачную коллаборацию Бабл и Бургер Кинга. Я обнаружил видеоролик о том, что у Бабла запускается какой-то челлендж. И там надо было перейти в телеграм-канал, который называется «Грянет гром». Ну, типа «Майор Гром», «Грянет гром», понимаете? И там, значит, 5 постов всего в этом телеграм-канале, которые сообщают о начале новых челленджей в связи с выходом нового фильма. В чем же эти челленджи заключаются? Первый челлендж называется «Зови друзей», и он заключается в том, что ты, как участник челленджа, должен как можно больше пригласить друзей в кино на просмотр нового фильма «Майор Гром Игра», и в зависимости от того, сколько ты человек привел, получаешь какой-либо приз. Неплохо? Наверное. То есть, если у вас есть друзья, можете взять их всех, 30, 40, 50, 100 или больше человек, пойти в кино, и за это получить какой-то приз. Там, начиная от какой-то открытки, подписанной артистами или художниками, заканчивая чем-то серьезным, наподобие айфона. Второй челлендж был про «Твори и продвигай», что нужно было снять видеоролик вертикальный или полноценный, как мы сейчас этим занимаемся, и в зависимости от того, сколько он наберет просмотров, вы там тоже получаете какой-либо приз. Опять же, какая-то безделушка, типа, значка, открытки и так далее, заканчивая опять какой-то техникой серьезной. Опять же, почему бы и нет? Вот, мы уже второе видео, получается, снимаем про Баббл, в частности, про Майор Гром Игра, и не только, и мне не трудно, вам приятно, возможно, и какая-то реклама Баббл идет. А потому что Баббл мне рекламировать не стыдно. Это хорошее и интересное издательство, замечательные комиксы, неплохие фильмы, ну и вот. А вот дальше начинается уже, простите меня, кринж. По-молодежному мы будем сегодня изъясняться. Следующие два челленджа заключаются в том, что человеку, конкретно вам, нужно было бы написать какой-либо звезде, популярной в интернете, в медиасфере, в кино, в телевидении, в блогах каких-либо, надо было написать о том, что смотрите Майор Гром Игра, и если этот человек бы посмотрел, какую-то реакцию дал по поводу этого, то вы там тоже получаете свой приз. Это уже какой-то отстой. Это очень глупый, очень странный челлендж. Зачем вообще такое делать? Вот это прям... Первое, это надо было бы какой-нибудь международной звезде так написать, чтобы она откликнулась. А вторая версия, ну, рахийской звезде. Ну, даже если бы какой-нибудь Дрейк, знаете, такого, да, рэпера, посмотрел бы Майор Гром Игра на каком-нибудь Нетфликсе, но игры там нет, Чемного Доктора, например. И чё? Он же не будет пост об этом писать, или сториз выкладывать, или ещё чего. Ну, то есть, где-то логика отсутствует в пути от задумки до реализации этого челленджа, и вот это мне больше всего непонятно. Единственная ассоциация у меня с этими челленджами была такая, есть такой трэш-стример, то есть человек, который ведёт трансляции, которого зовут Малстрой. Вроде бы так, я его не смотрел, потому что трансляции не смотрю, мне такое неинтересно. И вот у него, как последние месяцы, есть такая штука, что если ты как-то продвинешь его в массы, то он тебе заплатит очень много тысяч, а может и миллионов рублей, не только. То у него было про то, что если какой-нибудь президент страны передаст ему привет, человек за это мог бы получить большие деньги. Последнее, что я видел, выбежать на поле футбольное во время матча и тоже как-то проскандировать его имя или там плакатик или футбол. В общем, популярность он себе набивает этим, но она какая-то сомнительная. Ну и об этом блогере, стримере Малстрой очень много в интернете плохого говорят, чем он занимается, чем он знаменит, скажем так, в узких кругах. И вообще трэш-стример, трэш-мусор. То есть что-то вряд ли он там адекватное и хорошее делает. Но опять же я не смотрел, ну и ладно. Да и ладно, кто на такое откликнется. Но нашлись, кто откликнулся. Как минимум одного тикток-блогера я увидел, который отрефлексировал на то, что ему комментарии начали засорять тем, чтобы люди посмотрели. И он взбунтовался, проявил свое негодование, что вот люди такие глупые, плохие присылали смотреть, присылали сообщение о том, чтобы он посмотрел этот дурацкий, неинтересный фильм. И вот он аж. Майор Гром, классный фильм, сходите. Довольно? Вы мне два дня, сука, это в комментариях пишите, или в директ, ебаный, это читать. Ахреный фильм, который даже себе нормальную пиар-компанию не можешь построить. И последний челлендж, который был в этом телеграм-канале Гренингром 5, связан с тем, чтобы до конца, то ли до конца лета, то ли до конца проката, если Майор Гром Игра соберет миллиард рублей, то киностудия уже Баббл снимет полноценный отдельный фильм про персонажа Сергея Разумовского, он же Чумной Доктор. Надеюсь, это уже ни для кого не спойлер, потому что комиксы выходят уже, второй десяток пошел, как комиксы выходят. А как вообще связан здесь какой-то скандал, какие-то интриги, расследования, спросите вы меня. А я скажу, потому что я как наивный человек зашел в комментарии под этими постами про эти челленджи, думал, может быть, там люди уже что-то, кто-то сделал и хотя бы хотел посмотреть на это. А увидел я там такое. Я увидел там ужасные, многотысячные комментарии с пожеланиями смерти, пожеланием расправы над участниками вообще Баббл, ее директорами, администраторами и так далее. В частности, Артему Габрелянову. Как я и говорил в предыдущем нашем видео, Артем Габрелянов человек, который стоял у основ формирования Баббл как студии комиксов, так же, как у студии фильмов и вообще, как человек, который все это придумал и создал. И вот люди в комментариях, там мы, правда, под последним постом, связанным с фильмом про Розумовского, если миллиард соберет новый фильм, там уже две или три тысячи комментариев, это еще их удаляют, потому что, ну, очевидно, откровенные какие-то гадости с пожеланиями смерти родным и близким нужно удалять. И это логично. И я в непонятках пишу комментарий о том, что... Ну, с вопросом. А что случилось? Мне на этот комментарий ставят лайки, сердечки и не отвечают. Я думаю, ну, молодежь, начинаю искать в интернете, что там за скандалы, толком ничего найти не могу. Смотрю, что в Телеграме я не могу отправить еще один комментарий с разницей в 15 минут. Скорее всего, из-за того, что много комментариев и их очень много негативных. Я думаю, ладно, я дождусь и узнаю, и вытащу на свет правду, что же случилось. И что-то я разузнал в итоге. Спасибо одному человеку, который удосужился мне это в личных сообщениях в Телеграме написать и расписать по пунктам. Именно эту информацию мы сейчас с вами и обсудим. Естественно, человека я этого в скриншотах показывать не буду, потому что, скорее всего, человек не разделяет мою точку зрения. Но да ладно. Значит, есть такой подкаст, который называется «Заскриптованный». И в последнем выпуске, который вышел у них какого-то июня, я все здесь прикреплю, все напишу красиво, у них был в качестве гостя Артем Габрелянов. И он на 46 минуте 50 секунде я пометил, сказал следующее. Мы писали это псинопис третьего фильма, и там был снова Розумовский и Волков, и меня физически тошнило, когда я писал это все. Просто я вот пишу, ну, как это одни и те же злодеи на протяжении трех фильмов подряд. Сколько можно? Здесь я его полностью поддерживаю, полностью разделяю его точку зрения, потому что этот человек аж с какого? 11-12 года пишет комиксы в сценарии для комиксов про Майора Грома и других персонажей, и очевидно, что за время больше, чем 10 лет, за 12 лет ему уже осточертили эти персонажи. И ладно, если комиксы про них выходят, то хоть фильмы будут про что-то новое. Тот факт, что Артем Габрилианов сказал о том, что ему надоели персонажи Розумовского и Сергея... Ой, Сергей Волков, да, это как это, шиперинг, пейринг, как это называется, Сергей Розумовский и Олег Волков ему надоели. И это такую бучу подняло в комментариях, такие гадости ему писали, да как ты мог, да как ты с нами обращаешься, что значит он тебе надоел, а как же мы, а как же фандом. Что такое фандом? Фандом, как я понимаю, это фанатский дом, то есть какое-то объединение, какое-то содружество людей, которым нравится что-либо. В частности, студия Бабл и скорее всего даже не Бабл, а Сергей Розумовский в отдельности. К ним у меня больше всего претензий. Какое вы общество, какое вы содружество. То, что вам всем интересно читать эти комиксы, смотреть эти фильмы и вы попутно рисуете картинки и пишете как это называется, фанфики, ну то есть вымышленные истории на мотив чего-то уже существующего. Феномен фанфиков он удивительный, потому что в какой-то степени это здорово, когда, например, вот Гарри Поттер, да, семь книг, ой, да, семь, семь книг, восемь книг уже давно вышло, ничего нового не происходит, фильмы снимают, но не-не-не-не, посредственные, они всем нравятся. И людям, допустим, интересно, а что ж там было за кулисьем, что было с другими персонажами в процессе движения сюжета основного. И люди пишут фанфики. Это здорово, опять же, потому что когда людям интересна какая-либо тема, но она вот закончилась, а им еще хочется, вот, пожалуйста, находятся умельцы, которые умеют писать, которые хотят писать и продолжают это дело автора, который, допустим, в дальнейшем не намерен продолжать развитие линий сюжета про этих персонажей. но по большей части это полная дрянь, что пишут в этих фанфиках. Это либо какие-то околосексуальные взаимоотношения персонажей, которых нет в основной линии. Опять, Гарри Поттер, да? В Гарри Поттере, главный герой Гарри Поттер, в конце женился на Джинни Уизли. Правильно? Правильно. А вот в фанфике, например, написано, что он встречался с Герминой Грейнджер. Ну вот, и зачем? Чтобы что? Чтобы как? То есть, как отдушина человеческая, которому захотелось это написать, он это написал, пусть будет. Но зачем это популяризировать? Зачем это толкать в массы? Зачем писать, что мы фандом, мы общество, которое потребляет контент, который вы производите? И вот, когда происходит такая ситуация, что Артем Габрилианов сказал, что ему персонажей больше неинтересны в контексте и на вселенной, как я понял. То есть, я начинаю жлиться, ух, я держусь в руках. Он ничего не сказал по поводу конкретных персонажей. Он сказал, что в рамках киновселенной ему не хотелось бы видеть в дальнейшем этих персонажей как основных злодеев. То есть, это не значит, что их там не будет. Они будут, потому что у актеров есть контракты, скорее всего, еще на несколько фильмов. У них, допустим, нет каких-либо пока что затей на введение персонажей из каких-нибудь загашников комиксов, которых точно никто не примет, никто не поймет. Вот в Чумного доктора и появился Чумной доктор, всем он понравился, все. Вот, видимо, люди хотят его видеть досидин в старости этого актера и дальше. Логично, что такое развитие событий отчасти невозможно, потому что и актеру это, может, и не надо. И студии тоже хотелось бы показать других персонажей, с которыми будет противостоять их герои Майор Гром или какие-либо новые, которые появятся в дальнейшем. Но люди, вот людям, я удивляюсь, поражаюсь этим людям, которые пишут пожелания смерти Артему, его семье, его друзьям, другим участникам, создателям Баббл, съемочной команде, которая вообще как с этим связана, что вот, да вы посмели обидеть фандом. Какой фандом? Мне нравятся комиксы Баббл, мне нравятся фильмы Баббл. Я не фандом. Нас с вами ничего не объединяет, я не хочу, чтобы нас с вами что-то объединяло. Я индивидуальность, индивид, кто я? Кто я? Я личность, я сам по себе. Да, мне нравятся комиксы Баббл, но при этом мне нравятся комиксы Марвел. Это не значит, что я в фандоме Марвел, я никакому фандоме не принадлежу. Мне с таким же успехом нравится Ривердейл, Марвел, DC, Гарри Поттер, мне нравится все. Принадлежу ли я какому-либо фандому? Не в жизни. Буду ли я рисовать какие-нибудь картинки? Если я буду, то это не ваше дело. Выкладывать я их буду? Допустим, поставлю какие-нибудь хэштеги, если вы увидите, хорошо. Поставите лайк? Хорошо. Не поставите? Ваше дело. Вот эта вот какая-то общность, не пойми откуда взявшаяся, меня прям вот напрягает, честное слово. А дальше начинает ситуация вся усугубляться, потому что одна из представителей, можно, наверное, сказать, этого фандома Баббл у себя в социальной сети Икс, наверное, правильно сказал, которая нынче Икс, а раньше была Твиттер, она запрещена у нас или нет? Она выложила пост с двумя картинками, взятыми из комикса, вроде как «Предыстория», «Майор Грома Гра» или «Порчевного доктора». Не суть важно. Просто вот две картинки взятые из комикса какого-то из Баббл и написала то, что читая этот комикс, у нее увеличивается желание поехать в Москву и плюнуть в лицо Артему Кабрелянову, который, видимо, это все и создал. Спрашивается «А что не так, а что случилось?» Там вырезка из комикса, где показаны фанаты как раз Сергея Разумовского. То есть внутри комикса нарисовали фанатов, которым нравится Сергей Разумовский. Но именно Сергей Разумовский, а не чумной доктор, который убивает, сжигает и так далее, несет разрушение в мир. И они там показаны, как я их вижу в жизни. Это три девушки фанатичного вида, которые там в масках этих, с клювом, с кем-то там картинками, наклейками, значками, возможно. И она говорит, что мы вот не какие-то фанатики, мы просто пишем фанфики, рисуем картины, и вообще мы за мир, любовь и жвачка и так далее, и ничего не хотим плохого. И вообще чумной доктор это плохо, но Сергей Разумовский хорош. И, видимо, девушку, которая выложила этот пост, возмутила, что создатели комикса видит своих фанатов вот так. Проблема в том, что они такие и есть, как и любые другие фанаты, потому что человек, которому что-то нравится, он скажет, мне нравится. А именно фанаты будут носить футболки с бабл, не знаю, делать татуировки, не дай бог, с какими-нибудь персонажами, покупать какие-нибудь фигурки. Но я не фанат, я так, чисто коллекцию собираю. У нас есть фигурки, об этом опять же смотрите предыдущее наше видео. Но это же шутка, это юмор, показать своих как раз фанатов через призму комикса. Я наоборот бы обрадовался, если бы, о, похоже, опять же, если бы не были какие-нибудь знакомые, которые вот с таким трепетом относятся к какой-либо вселенной, связанной с книгами или с комиксами или с фильмами, например, вот так, то, что я пишу фанфики, рисую картинки и покупаю значки. Я бы такой, о, это ты. Смешно? Смешно. Это ирония над людьми, которые правда такие есть. Ну и глупо это отрицать, но при этом этой девочке не понравилось. И многим тоже. А что последовало дальше? Во-первых, сразу хочу сказать, писать, опять же, в негативной коннотации с матом о том, что ты хочешь плюнуть в лицо создателю того, что ты читаешь, на что ты тратишь деньги, это как минимум странно. Опять же, и глупо. Ну не понравился тебе этот момент, ну не покупай больше комиксы. Ну все, ты теперь не в фандоме, все, ты теперь вольная птица, вольная белая ворона, это отсылка для тех, кто читает комиксы Бавл. Ты уникальная снежинка, радуйся жизни. Зачем ты пишешь откровенные, неприятные вещи о том, что тебе вот не понравился фрагмент в комиксе, и ты хочешь плюнуть лицо в человеку? Человеку, который старше тебя, который имеет прямое отношение к тому, что тебе нравится, и вот свое негодование ты выказала именно так. И это все разошлось очень бурно, очень много, и тысячи людей увидели, какая ты агрессивная, наверное, так будет сказать. В общем, не культурная, как минимум. Вот, я взрослый человек, кому-нибудь я скажу, что хочу ему плюнуть лицо? Нет, не буду, потому что меня за это ударят. А последовало то, что Артем Габриянов ответил на пост этой девочки, и ответил очень странно. Тут уже претензия у меня к нему. Я ни в коем случае не буду желать ему смерти, потому что это максимально не по-христиански, некрасиво, неэтично, не по-человечески, вообще никогда и не про что. Не буду желать им каких-то провалов и так далее. Это все судьба всех рассудит. Но он выложил у себя в социальной сети икс, он же твиттер, пост, как перепост записи этой девочки с дополнительным скриншотом, что он ей переслал деньги на билет в Москву. Тут у меня больше, значит, какое-то негодование, а непонимание. Во-первых, зачем ты ответил, во-вторых, каким образом деньги он переслал незнакомому человеку. Тут и, в принципе, негодование у многих фанатов и жителей фандома. Как вас называть-то правильно? Я не знаю. В общем, любители комиксов, которые и потом писали гадости всякие в комментариях. А как ты вообще нашел эту девочку? Как ты смог ей передать эти деньги и переслать? В общем, эта ситуация сама по себе странная и вызывает больше непонимания и негодования, нежели какой-то злости. Глупо было изначально реагировать на этот пост. То есть, если ты его увидел, ну, пожми плечами. Или напиши комментарий типа, ну, неприятно. И все бы просто похикали то, что ты ответил на этот комментарий. И там, может быть, тебе уже под этим постом в комментариях написали бы гадости. Но ты зачем-то решил сделать репост этой записи у себя и еще каким-то образом прислать деньги какой-то незнакомой девочке на билет в Москву. Видимо, чтобы она приехала и плюнула тебе в лицо. Это уже как-то попахивает каким-то фетишем странным. Ну, а после этого все покатилось огромным снежным шаром набирая массу негодования у людей из этого фандома. Киновселенная и комиксов с фиоленой бабл. И все. Все привело это к тому, что под постами про челленджи, под другими любыми постами в социальных сетях ВКонтакте и так далее у них просто теперь десятки и сотни комментариев с пожеланиями смерти, пожеланиями неудачи новому фильму и вообще чтобы они там все в своей Москве в своих издательствах без денег сидели. Че за бред? Вот я если еще до этого я как-то пытался культурно говорить, а сейчас я просто как человек бред. Бред, очевидно. Реагировать на пост какой-то девочке том, что ей не понравился момент в комиксе, ну не барское это дело, как мне кажется, отвечать на такое. Ответил, ну, пожинай плоды сделанного, что теперь тебе под каждым комментарием. Да чтоб ты сдох! Да вы, да вы все! Вот это вот все происходит. А, самое интересное, что я раздобыл в интернете, пока искал информацию о том, что вообще случилось. Я наткнулся на сайт, где, как это называется, краудфандинг, где собирают подписи и голоса на, ну там, на что-то. Там, допустим, нормальные люди собирают подписи и деньги в какой-то степени на создание фильма, книги, комиксы и так далее. А вот странные люди, которым не понравилось поведение Артема Габрилианова, в частности, как мы уже поняли, это его комментарии по поводу персонажей в дальнейшем развитии киновселенной, а также его странное поведение по отношению к этой девочке, которой он зачем-то как-то непонятно прислал деньги. На полном серьезе какой-то человек запустил сбор подписей о том, чтобы уволить Артема Габрилианова из Баббл. кто-то написал вот такой вот пост о том, что мы давно уже заметили странное поведение Артема, неподобающее к нашим, к нашим, к нам всем, жителям этого фандома, и вообще, и вот собираем подписи на его увольнение. Но мне вот опять же не барское дело смотреть на такие сайты и ссылки, но вы серьезно думаете, что если у вас там ну 10 тысяч подписей соберется, вы думаете, он почешется вообще после этого? Хоть что-то произойдет? Это издательство, оно его. От мало до велико. Все комиксы, все фильмы это его. Название Баббл это его. Майор Гром это его. Сергей Арзумовский, за которого вы так печетесь, это его. Это все его собственность. Документально заверено, я уверен, скорее всего, иначе вот разрослые какие-то дела там решаются. Это все его собственность. И вы на полном серьезе полагаете, что это вот собирание подписей к чему-то приведет? Эти подписи, собирающиеся, ни к чему серьезному, глобальному не приходят в принципе, а вы всполошились, чтобы уволить человека. Как можно уволить условно директора компании? Он может сам уйти, уволить его невозможно. Захочет, где-то сам об этом расскажет, поговорит, оправдается, как вот опять же пишут в комментариях, что ты должен оправдаться, ты так поступил с фандомом, ле-е-е. Когда я пытался разобраться, что случилось, я из этого токсичного телеграмма перешел в менее токсичные ВКонтакте, в группе опять же последние записи люди написали там отвратительные вещи, я написал, пожалуйста, кто-нибудь, один здравомыслящий взрослый человек, напишите мне, что случилось, я хочу понять, мне неравнодушна судьба всего этого издательства, также нового фильма, и в принципе этих людей, потому что мне это интересно. Один взрослый опять же умный человек мне все расписал по полочкам, объяснил чего кого, и вот последняя моя мысль, которой я ответил, а не все ли равно? Ну в мире будто бы дел поважнее нет, у вас в личной жизни своих проблем что ли нет, и вы тратите свой эмоциональный ресурс на то, чтобы унижать, оскорблять и желать самого плохого незнакомому человеку, который сделал ну очевидно какую-то ну странную вещь, ну бог ему судья, как бы опять же судьба всех рассудит, в чем проблема, я не понимаю. Очень забавно было все эти комментарии читать о том, как люди тратят свои 15 минут в этом телеграме, чтобы отправить сообщение, и пишут там вот такие полотна с опять же мы жители фандома, так надеялись, так хотели, чтобы все было хорошо и дальше, но вы даже не вы, а ты Артем все испортил. Это незнакомый взрослый человек, обращайтесь с ним на вы, морально-этические какие-то правильные движения, даже если вы желаете человеку смерти, хотя бы к нему на вы обращайтесь. Так вот, эти комментарии было поначалу читать очень грустно и больно, с ужасными людьми я в одно время живу, скорее всего в одном городе и даже в одном доме, который смеет ужасный вот пожелание смерти, это звучит ужасно, неприятно, но в каких формулировках они это пишут, даже, ну, скриншоты, конечно, можно ставить, но не надо, потому что не портите себе настроение, не читайте такие комментарии, зачем? Ну и правда, в мире и так всего много плохого, если вы будете между собой ругаться, даже не между собой, вы просто незнакомому человеку пишете отвратительные вещи. и даже под раздачу попал Роман Катков, Роман Катков, это тоже как бы один из отцов-основателей студии Bubble, ему тоже прилетело, спрашиваются, за что, там вот опять же большой комментарий, какой Артем плохой, Габрилианов, и вот Роман Катков тоже вечно про свои деньги, и там почти нарезка того, как он в подкастах, в интервью, что деньги, 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 конечно, я бы тоже про деньги говорил, не то, что вот ходить в кино, несите мне свои деньги, звучит, возможно, неприятно, но это так, они потратили на этот фильм очень много миллионов рублей, они очень много миллионов рублей хотят собрать, а еще желательно миллиард, потому что это, ну, много, и это покроет затраты, они еще могут выйти в плюс, чтобы эти деньги не между собой там попилить, а чтобы на эти деньги создавать больше чего-то нового, интересного. Сериал, вот у них готовится про персонажа Красную Фурию, здорово, здорово, им нужны эти деньги, да, и очень глупо упрекать человека в том, что он вечно про деньги. А как вы хотите, чтобы они комиксы печатали, блин, пять штук, я уже не могу, я уже ломаюсь потихоньку, пять, шесть, десять комиксов ежемесячно печатать, это все стоит денег, создание комиксов, брелков, браслетов, снятие, тем более, создание фильмов, это все требует бешеных затрат, и вы упрекаете человека в том, что он хочет денег, ну, я бы еще больше говорил, наверное, но слава богу, что я нигде в таких вот вещах не задействован и не участвую, я бы только и ходил, деньги, деньги, дреби, деньги, а остальное все дребеди день, как завещал слепой пью из острова сокровищ, я это видео снимаю, потому что надеюсь на какой-то шальной хайп, на шальные просмотры, возможно, подписки и гневные комментарии, и просто вот высказать свое мнение по поводу того, да что бы человек такого плохого не сделал, но не заслужит он гадости в свою сторону от людей, которые читают комиксы и смотрят фильмы, но он не сделал, сейчас сформулирую, если бы он ел детей, я бы его осуждал, перестал бы читать комиксы, нет, перестал бы смотреть фильмы, нет, было бы мне обидно, что человек, который вот так себя странно ведет и допустим не понес наказание за такое, скорее всего, сказать про то, что его персонажи ему надоели, его персонажи ему надоели, все, да ты не имеешь права больше находиться во главе бабл, да кто ты такой, да мы, мы тебе верили, мы тебе доверяли, вот эта формулировка, что мы тебе доверяли, что, ну маме своей доверяйте, супруге своей доверяйте, братьям, сестрам, папе, маме и так далее доверяйте, себе доверяйте в первую очередь, что значит вы ему доверяли, он кто вам, кум братсват, чтобы его доверять, если вам челлиш не нравится, не участвуйте, не нравится то, как ведет себя Габрилианов, не смотрите новый фильм, не читайте комиксы, вас никто за язык не дергает, чтобы вы вот шли в кино, отдавали свои деньги этому ужасному человеку, все, ну вы могли бы хотя бы извиниться, да, перед нами, перед вами, извиняться, вы кто, что перед вами извиняться, он мог перед этой девочкой возможно как-нибудь извиниться, то, что вот он повелся на эмоции, зачем ты такой странный шаг сделал, как найти каким-то образом какие-то ее данные, как-то с ней вот, видимо, даже не связаться, переслать ей деньги, этого я с технической стороны я это понять не могу, у меня это в голове не складывается, поэтому я не могу это судить, если он как-то какие-то ужасные секретные каналы, нашел доступ к ее кошельку, интернет, и переслал туда деньги, тогда это нехорошо, тогда это странная правда, и это, ну, возможно, даже уголовно наказуемое должно быть мероприятие, но ты не знаешь, что 13-летние девочки, школьницы, будут писать его маме пожелание смерти, вот в таком мы с вами интересно, милее и живем, дамы и господа, зрители и гости нашего канала, и мое сумбурное это видео как раз о том, что давайте будем отдыхать друг другу, даже если вы с какими-то точками зрения не согласны, мне на него все равно, если он будет дальше в Баббл, да и ладно, буду я комиксы читать и фильмы смотреть, если он уйдет и поймет, что он неправ измениться перед всеми подписчиками, перед всеми жителями этого фандома и справедливость восторжествует, по вашему мнению, я все равно буду, просто буду знать, что он человек странный и повелся зачем-то, повелся на мнение общества, сомнительного общества, которое вот, как и в комиксе, рисует картинки, пишет фанфики и желает смерти, вот такие вот фанаты у Баббл, знаете вот, друзья об этом, вся агрессия еще, а также эта агрессия сводилась к тому, да вот, мало того, что вы так себя странно ведете, опять же, кто вы, он один, вот, странную вещь сделал, кто вы, компания Баббл, компания Баббл к этому не относится, они, вот, компания Баббл, у них есть ютуб канал, где они ведут подкаст, в начале каждого подкаста у них прям плашка, мнение и слова участников данного выпуска никак не связана напрямую с деятельностью компании Баббл, вот, пожалуйста, наверное, это надо прям наклейку на лоб Габрилианову, Каткову и другим людям, которые относятся к Баббл, что, что бы он ни говорил, это никак не относится к деятельности компании, он говорить может, что хочет, в рамках закона, опять же, потому что, если он уже сказал, что не в рамках закона, то, пожалуйста, наказывайте, я рад, что есть Баббл, что есть комиксы, что есть фильмы, которые мне нравятся, и я их буду дальше покупать, читать, смотреть фильмы, я не на стороне фандома, потому что я, во-первых, презираю это слово, оно меня раздражает, во-вторых, мне неприятны эти люди, которые говорят, что мы вот, мы одно братство, которым нравится что-либо, но при этом они смеют желать смерти чужому незнакомому человеку, а также его семье, а также финансового краха их компании и неудачи в прокате фильму, с такими людьми я себя ассоциировать не хочу, я в данной ситуации хочу быть на стороне какой-то человеческой логики и жизненной справедливости. Пока мы снимали это видео, пока я его монтировал, на официальном канале Баббл вышел разговорный ролик, где обсуждаются насущные вопросы, в частности, прокат фильма «Майор Гром. Игра», а также челленджи в Телеграме. В Телеграм-канале «Грянет Гром» было опубликовано два новых поста. В первом организаторы челленджа соглашаются с подписчиками в том, что идея была неудачной. Но останавливаться они не хотят, поскольку много людей уже приняли участие в челленджах. И во втором посте как раз сообщается о тех, кто в какой-то степени выполнил челлендж. А на этом, наверное, все, потому что я уже лишнего и ненужного наговорил, и вообще это видео возможно и не нужно было. Просто мне захотелось как-то это передать в общество, посмотреть возможную реакцию вашу на это все происходящее и, может, на мои слова, и вообще узнать другие стороны этого конфликта, этого события. Читайте комиксы, хотите бабл, хотите не бабл, читайте комиксы, смотрите фильмы, развивайтесь, любите себя, любите друг друга, любите всех вокруг, потому что жизнь прекрасна, и жизнь надо тратить на созидание, создание чего-либо нового и хорошего, а не на полоскание чужих косточек в телеграме, в комментариях. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого конфликта Артема Габрилианова и его подписчиков из фандома Бабл. На этом, наверное, все. И обязательно смотрите наше предыдущее видеопрезведение про Майор Гром Игра, ну и все остальное на канале тоже. До новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok